Да, корпорации приходят к инфиденциям и говорят, что я одним корпоративом, двумя корпоративами, тимбилдингом, мастерами, при этом не решаю ничего. Мне нужно, чтобы мои сотрудники, мои миллениалы стали частью виртуальной жизни. Это еще одна история, которая требует отдельной, абсолютно отдельной истории, когда мы будем жить несколько параллельных жизней. Сейчас мы живем две жизни в социальных сетях, одна мы там выглядим не так, как есть на самом деле, и говорим не то, что думаем на самом деле, больше своей части, да? Есть какая-то реальная жизнь, вот их будет несколько. Естественно, останется онлайн жизнь совершенно другой трансформацией, а вот работа будет частью совершенно моей другой жизни. То, как я там выгляжу, то, как я там говорю, о чем я говорю, с кем я говорю, вот абсолютно не похоже на то, что я делаю, например, дома, вне семьи, вне друзей. И вот задача будущего будет это сделать для миллениалов виртуальный мир в стенах работы, в котором они совершенно по-другому будут мыслить и играть. И что случается тогда? Тогда корпорации приходят к ивенту и говорят, что мы взяли их на работу, они есть, но они все сыпятся, как горох, да? Как только они чувствуют, что они уже не пали в дзен, о том, что им надо сдавать, а у них не то настроение, их необходимо удержать. И ивенты, HR, как люди, которые мотивируют, удерживают персонал, они как прослойка исчезнут, в принципе, их погладят ивентеры. А теперь представьте, что через 10 лет у каждого большого, у каждого ивент-агентства будет пятилетний контракт с корпорацией, у которой штабных сотрудников больше тысячи. Пятилетний контракт, когда ивент-агентство обязуется полностью вести жизненный цикл всех циклов, от самого начала до конца. И речь идет не о корпоративах, речь идет о дизайне и декоре офиса, о отдельных игровых площадях и пространствах, которые все время есть в разных офисах, где они могут отдыхать, веселиться, общаться. Речь идет о питании для них, о другой форме питания, о каком-то развлечении. Речь идет о программном обеспечении, которое создают ивент-агентство, в которое не однажды, попадая на мероприятие, человек заходит и проходит определенный путь, а в котором он живет все время, как в какой-то компьютерной игре. И управление лояльностью ивент-агентство – это то, что будет самым ключевым. Поэтому все то, что связано с собраниями, митингами, мозговыми штурмами, это все будет умериться и создаваться для корпораций ивент-агентствами. Дизайн офисов, система их мотивации, система поощрений, какие-то подарки, игровые истории – это все абсолютно будет доступно для них. И третий, самый невероятный сценарий развития ивент-индустрии, если вы еще не думаете, что сумасшедшие готовы все это услышать, то он звучит как бигдата. Что такое бигдата? Мы все о нем слышали. На самом деле для каждой отрасли совершенно разные понятия. Если очень просто объяснить, то это огромное количество данных, которые в течение секунд выдают информацию по запросу. То есть программное обеспечение самостоятельно принимает решения, как живой интеллект, о том, что необходимо здесь и сейчас, и выдают готовый результат. А теперь давайте представим, кто реальность в России сейчас. Сейчас реальность в России заключается в том, что он живет в брифах, которые он выполняет, отправляет в ожидании получить ответ на свой бриф в виде концепции, либо идей, либо креативной истории. Дальше он вынужден выбирать. Если говорить вообще о том, что есть потрясающая праздность, то что выбор делает человека несчастным. Каждый раз, когда наш клиент должен выбирать, он действительно несчастный. Если мы думаем, что ему весело, ему не весело совсем. И как раз вот все то, что касается годовых контрактов, этот тренд уже сегодняшний, не десятилетний, когда подписывают годовые контракты с эвант-агентством, с кейтинговой компанией, потому что однажды, найдя своего подрядчика, мы даже не говорим о идеале, просто своего, который со мной говорит, понимает, который делает то, что я хочу, искать, отдать вновь, спать ночью до мероприятия, ждать, боже мой, что же там будет вообще, приедут или не приедут, получится или не получится, больше наш клиент не хочет. Поэтому наш клиент живет в постоянном страхе и в постоянном риске. Это касается, в принципе, всех отраслей, которые связаны с услугой, а не с товаром. Когда я покупаю товар, это все очень просто. Я бежу в магазин, я бежу телефон, я держу его в руках, и я тут же принимаю решение. Если он мне нравится, я его покупаю, если он мне не нравится, я не покупаю. Если он мне нравится, я покупаю уже домой и узнаю, что он плох, то ответственность живет только на мне. Я же видела, что я покупала. Если мы говорим о покупке услуг, здесь абсолютно нет ничего, на что мы могли бы опираться. То есть только в день события я узнаю, как будет все на самом деле. И это очень важно. Клиенты живут в страхе. И клиент мечтает о том, что человеческий фактор каким-то образом можно минимизировать. Он бы и свой минимизировал, да, хотя бы своих подрядчиков. А то, чтобы он гарантированно получал доступ к профессиональным услугам. Качественные, хорошие. И как предыдущих профессионалов, тем не менее, все равно до конца непонятно никому. Это определенная руль. А теперь давайте представим, что однажды, может быть сегодня, а может быть завтра, встретились на Global Web Forum 3-4 Китай-Ванта-Андустрии. Такие хорошие дядьки, которые работали в этом бизнесе 20 лет, которые любители все, не знают все. И они говорят, что они больше не могут работать с этими сумасшедшими сценаристами, с этими малолетними креативщиками, которые создают для них какие-то невероятные концепции. И они хотели бы создать платформу, где все эти идеи будут, и только по фильтру отбирать, какие для них подходят или нет. Они поговорили, что-то начали делать. Сын одного из них, как раз будущий миллениал, нашел этот файл, нашел эту программу и решили перевернуть все с ног на ногу. И что мы получаем? Спустя 10 лет. Спустя 10 лет на рынке существуют компании, ревент-агентства, которые имеют у себя так называемые генераторы концепции. Что такое генератор концепции? Это программа, в которой есть сотни тысячи различных вариантов сценариев. Но сценариях не целостных от начала до конца, а очень маленьких кусочков. Начиная от кофе-пауз, банкетов, фуршетов, корпоративных мероприятий, образователей. Начиная от того, как выглядит ресепшн, либо как встречают. Кто встречает на ресепшне? Мальчики, девочки, мулаты. Миллионы, миллионы вариаций того, как это может быть. Мы брифуем клиента и загоняем в этот генератор определенные наши требования. В одном генераторе есть миллион этих шагов. И каждая секунда из них имеет тысячи вариаций. По цветам, по формам, по эмоциональному тону, по наполнению, по всему-на-по всему. Это просто огромная-огромная база данных, вариантов всего. Слово мыслями или немыслимом. Как выглядит бриф клиента? Первое, что мы получаем от клиента, это психологические задачи. Именно психологические. Каких результатов мы хотим достигнуть в нашем мероприятии? С точки зрения эмоционального состояния человека, гостя после мероприятия. Это единственное, что будет волновать клиента. Что он должен почувствовать, а при чем он должен уйти. С легкой тревогой, с абсолютной радостью, воодушевлением. Дальше генератором гоняется список гостей по именам. И он полностью анализирует их социальные сети самостоятельно. Он определяет их психологические статусы, предпочтения, вкусы, эмоциональный тон. Вплоть до того, что генератор самостоятельно таких людей рассаживает по столам. В зависимости от того, кому с кем будет интересно, кому с кем будет хорошо. Есть определенная карта группы, эмоциональная карта группы. И клиент определяет тонкий уровень события к сценарии. Знаете, вот как ноты, от начала до конца, как в хорошем сериале. Сначала все плохо, потом может быть есть надежда на лучшее, потом ее нет, потом в конце все хорошо. Это абсолютно есть, естественно. И бюджет. Бюджет в этой истории абсолютно вечен. Он гоняется тоже сюда. И в течение их вообще секунды сценарий выдает, генератор выдает всего один из сценарий, который идеален с точностью 99,9%. Абсолютно идеальный сценарий. Который попадает в бюджет, который сам рассчитывает в проголодные условия, выбирает, это будет открытая локация или закрытая. Который будет определять, как туда добираться, как туда ехать, стоит туда ехать, какой одежде давать. Абсолютно все она определяет. Где будет стоять ресепшн, где будет стоять фуршетная линия, где будет спикер. Абсолютно все передает он самостоятельно. И у нас получается абсолютно готовый реальный сценарий ивента, который, возможно, вы не придумали сами, либо придумали, но над этим ивентом выработали сотню и сотню умов, которые однажды свои идеи туда внесли. Вы еще не вызвали скорую, еще нет? Конечно же, для того, чтобы он работал в течение многих лет, туда вносят информацию о вариантах, как это могло бы быть. И есть два типа людей, которые стоят на рынке ивента больше всего. Это непосредственно сценаристы, креативщики, которые придумывают эту идею. И это непосредственно адаптеры. Адаптеры – это люди, которые могут в течение... Адаптеры – это люди, которые в течение многих месяцев расшифровывают идею по вариациям. Как бы это могло быть, если так, то так. Если фуршет, то так. Если корпоративная, то так. Они просто вкличитесь вносит миллионы категорий и ссылок, вариаций, как бы это могло быть. Что получается с подрядчиками? Если генератор выдает в течение секунды сценарий, мы можем представить, что все технические задания на подрядчиков выдаются таким же образом легко, с точным таймингом, с точным описанием того, что необходимо, с точным бюджетом, с точным техническим заданием. И фактически обсуждают с людьми, что это, зачем, нет. Есть определенная пачка техничного задания, которое подрядчикам просто необходимо теперь реализовать. В этой истории подрядчики конкурируют не динами, а скоростью. Потому что, вообще, если говорить опять-таки о глобальном будущем, то скорость будет важнее всего. Скорость будет важнее качества, скорость будет важнее время, будет самым ценным присутствием. Поэтому скорость. Они конкурируют по скорости, кто быстрее это сделает. А дальше, потрясающая история 3D-принтера. Можем ли вы представить, что сцена не привозится, опять-таки, на скорых за 4 дня, а печатается на 3D-принтере в ночь перед событием. Это абсолютно реально. Абсолютно все декорации и мероприятия, абсолютно все. Говорят, что домохозяйки через 10 лет будут печатать себе мясорубки на 3D-принтере. То есть, не ехать в магазин, не заказывать в интернете, а скачивать за деньги. Ну, естественно, определенную модель в интернете, нажимать кнопку на самом написании 3D-принтере, и уже через полчаса молоть на нем мясо. То есть, поэтому, если мы можем делать мясорубки у себя дома, как у домохозяйки, наверняка 3D-принтеры смогут делать абсолютно все, если они кости уже печатают. Поэтому стулья, светильники, сцену, абсолютно все подрядчики получают 3D-принтеры. Ключевая роль ивент-агентства в этой истории сместится, вот те монстры, которые будут владельцами этих генераторов, да, конечно же, там вся власть, деньги, любовь будет у них. Будет ивент-агентства, которые будут исключительно контролировать реализацию ивента по западным параметрам. То есть, они, кстати, ни на что уже не влияют, они просто будут выполнять функцию контроля. И все. Деньги. На чем эти генераторы зарабатывают? Конечно же, главное, на чем зарабатывают генераторы, которые работают, кстати, в этой истории.